15 марта в администрации района состоялась выездная рабочая встреча нового руководства «Газпром Межрегион Газмайкоп» с властями и активом Кашхабльского района. В работе совещания приняли участие глава района Заурха Мирзов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегион Газмайкоп» и акционерное общество «Газпром Газораспределения Майкоп» Аслан Якутич, его заместители, главы сельских поселений, начальники управления районной администрации. Открывая работу совещания, Заурха Мирзов поприветствовал гостей и поздравил нового руководителя с назначением на эту должность. Перейдя к обсуждению повестки дня, глава района, отметив важность обсуждаемых вопросов, предоставил слово генеральному директору «Газпром Межрегион Газмайкоп». Очень хотелось бы донести те вопросы, которые нас беспокоят, отчитаться в первую очередь перед вами, перед населением района о том, что мы делаем, куда мы движемся, какие задачи мы поставили и что хотим достигнуть в наших работах. В докладе было отмечено, что в Кашхабском районе 8900 газифицированных домовладений. Особое внимание Аслан Джабраилович уделил обеспечению безаварийной поставки газа потребителям района. Состояние на марте месяца текущего периода газифицировано 8900 домовладений, из которых заключено договоров на техническое обслуживание только в 53%, в 4722 домовладений. То есть, повторю, почти 50% газифицированных объектов не обслуживаются по договору технического обслуживания, что безусловно небезопасно. Согласно 549-му постановлению, поставщики не имеют право поставлять ресурс в те дома, которые не обеспечиваются техническим обслуживанием. Этот вопрос хочу отметить, что ответственность за заключение договора на техническое обслуживание лежит на заявителя, на конкретно потребителя. Соответственно, если его нет, я должен его отключить. Газпром, между ним газом, газом, прекратить поставку ресурсов. Поэтому нами будут подроблены материалы, направлены в ваш адрес, в адрес наших подразделений здесь, которые есть и участок, и филиал. О том, чтобы население самоуведомлено о том, что мы будем эту работу проводить. И хотелось бы на таком собрании сообщить этот вопрос о том, что это важный аспект. И с апреля месяца, как только закончится отступительный период, мы начнем плотно этим вопросом заниматься. Нет задачи у нас какую-то устроить тотальное отключение. Мы не заинтересованы в прекращении потребления газа. Но безопасность поставки газа стоит в основе вопроса. И это фундаментально закреплено во всех адресных актах. И мы обязаны их соблюдать. Отдельно отмечу работу от договора по многоквартирным домам. У нас на территории обслуживающих филиалов находится 53 квартирных домов. Из них договоры на то заключены только в 13. Также есть вопросы по оборудованию этих домов. Эти все вопросы будут просто состоять в этом году. В минувшем году в районе были завершены работы по проведению газопровода низкого давления, благодаря чему была достигнута стопроцентная газификация населенных пунктов. На сегодняшний день район усиленно включился в программу догазификации, с помощью которой газ к своим домовладениям смогут подвести более 450 потребителей. Практически все населенные пункты Кашарамского района газифицированы практически на 100%. Однако же давозификация продолжается, и мы планируем, что в этом году получили мы 452 заявки от жителей Кашарамского района. Приняли в работу 447 заявок и уже заключили 437 договоров на давозификацию. В этом году мы должны будем сделать 168 подключений. В рамках обсуждения платежной дисциплины было отмечено, что после окончания отопительного сезона начнутся массовые отключения абонентов с имеющейся задолженностью за потребленный газ. В настоящий момент у 24% абонентов в Кашарамском районе имеется задолженность. Аслан Якутич рекомендовал разъяснить гражданам об удобстве использования электронных сервисов для оплаты и передачи показаний приборов учета газа. Для оплаты газа без комиссии в ближайшее время на территории района заработают кассы газовых компаний. Мы реорганизуем систему приема платежей. Мы упраздняем эти кассы, которые снимают внешнюю комиссию. То есть, сократим 1,8%. Больше на население не возлагаться не будет при плате за услуги нашей организации. Во всех пунктах, во всех наших участках кассы открываются и будут открыты в ближайшую неделю, наверное. Закончим мы оснащение этих касс. Будут открыты наши собственные приемы на личности и безнал. Кроме того, отмечу, что сервисы «Газпрома» сегодня реализованы. Его лично называется «Мой газ». Вот оно немножко обновляется. Все позволяет электрону подавать показания без прихода на участок. Электрону подавать данные и платить за газ. Со своими просьбами и предложениями к руководству межрегион газа обратились и главы поселений. Все озвученные вопросы Аслан Якутич взял под свой личный контроль. В завершение глава района поблагодарил гостей за содержательную и конструктивную встречу и выразил надежду в скорейшем решении всех поставленных задач.